В Челябинске иностранный специалист ворвался на урок и угрожал покалечить учительницу. Женщину вынесли на носилках и увезли в больницу. В школе номер 71 в Челябинске произошел шокирующий инцидент, который надолго останется в памяти учеников и преподавателей. Все началось с того, что во время урока математики учительница с 30-летним стажем сделала замечание пятикласснику, попросив его говорить на русском языке, а не на своем родном. Это вызвало неожиданный и агрессивный ответ со стороны ребенка. Он пообещал, что его отец придет и разберется с учительницей. Позднее, в разгар учебного дня, в школу ворвался мужчина, иностранный специалист, отец ученика. Не обращая внимания на учебный процесс, он буквально ворвался в класс, нарушив покой школы. В состоянии крайней агрессии мужчина начал оскорблять учительницу математики. Он кричал и угрожал физической расправой, заявив, что отрежет ей язык. Угроза была настолько серьезной, что атмосфера в классе накалилась до предела. Школьники были в шоке, многие испугались до паники. Учительница, услышав такие слова, была абсолютно растеряна и не могла защитить себя в этой ситуации. Агрессии и нападки со стороны мужчины не прекращались. Охранник школы, осознавая серьезность происходящего, немедленно нажал тревожную кнопку. Вскоре на место происшествия прибыла Росгвардия. В тот момент, когда правоохранительные органы прибыли на место, женщина уже не могла говорить. От стресса у нее случился инсульт. Росгвардейцы быстро оценили ситуацию и вызвали скорую помощь. Учительницу на носилках срочно эвакуировали из школы и доставили в больницу. Ее состояние требовало немедленного медицинского вмешательства. Тем временем, отец продолжал угрожать и утверждал, что учительница больше не будет работать в этой школе. Он явно был уверен в своей безнаказанности и действовал так, будто полностью контролирует ситуацию. Слова его сына, которые казались детям несерьезными, в этот момент приобрели пугающую реальность. Причина конфликта, как позже стало известно, заключалась в том, что учительница не только просила мальчика говорить на русском языке, но и сделала ему замечание по поводу использования телефона на уроках и даже на переменах. Отец ребенка был возмущен тем, что его сыну запрещали использовать гаджеты в школе и решил разобраться с ситуацией сам, не прибегая к цивилизованным методам. Этот инцидент затронул не только вопрос языкового барьера, но и более глубокие проблемы отношения к учителям и уважения к образовательному процессу. Родители, которые отправляют своих детей в школу, должны понимать, что школа – это место, где детей учат не только предметам, но и правилам поведения, уважению к старшим и обществу. В данном случае отец ученика продемонстрировал полное пренебрежение к авторитету учителя и самой системы образования. Сегодня учитель математики находится в больнице, ее состояние остается тяжелым. Инсульт, вызванный сильнейшим стрессом, оказался серьезным испытанием для женщины с 30-летним стажем работы в школе. Ее коллеги и ученики шокированы произошедшим и надеются, что она вскоре поправится и вернется в строй. А школа уже выпустила заявление, что конфликт улажен. Непонятно только почему иностранный специалист, который ворвался в школу с угрозами, до сих пор еще гуляет на свободе. Видимо, российская правоохранительная система больше не работает и можно творить что угодно. А в прошлом году там был скандал из-за питания учащихся. По словам родителей, школьников кормят отходами после других детей. Мама и папа уверяют, старшим оставляют то, что не съели младшие, а оставшиеся продукты разбирают по домам. Мама и папа сняли, как повара после смены вытаскивают огромные сумки с продуктами и загружают их в свои автомобили.